Реальность создается мышлением. Мысль первична. Она ведет к чувствам, к чувствам, к действиям. А действия создают результат. Чем отличается бедный от богатого? В первую очередь мыслями. Они дают результат в виде денежной единицы. В этом видео я расскажу 10 отличий богатых от бедных людей. Пункт 1. Бедный убивает свое время в автобусе, маршрутке, за компьютером, играет в танчики, в различные онлайн игры, читает газеты, смотрит телевизор. Он убивает свое время, а богатому дорога каждая минута. Ведь время – деньги. Пункт 2. Бедный разбрасывается деньгами, а богатый грамотно распоряжается. Бедный не отслеживает количество приходящих денег, не ведет учет, а богатый подсчитывает свои доходы и расходы. Богатый не тот человек, чем больше зарабатывает, тем он богаче, а тот, чем больше у него остается денег, тем он богаче. Пункт 3. Бедные постоянно жалеют себя, а богатый в трудностях видит свой ресурс. Негативные мысли создают неприятности, а позитивное мышление сотворяет счастливые события. Бедный ноет и ропщик на судьбу, у него все виноваты. Правительство родился не в том месте и жалуется на судьбу и усиливает местного плачевного штрафа. Богатый в своих неудачах воспринимает как личностный рост. Пункт 4. Богатый инвестирует в свои мозги. А бедный в кавычках учится бесплатно. Он подписан на разные бесплатные вебинары и коучи. А богатый вкладывает в свои мозги, покупает курсы и обучается. Пункт 5. Бедный старается нравиться окружающим. Богатый относится к мнениям окружающих как к погоде. Пошел дождик, открыли зонтик и идем куда нам нужно. Светит солнышко, закрыли зонтик, улыбнулись и пошли дальше. Богатому наплевать на мнение окружающих. Он идет против толпы и ставит цели и достигает. Пункт 6. У бедного всегда все виноваты. Виноват государство, виновата религия, виновата время, в котором он живет. Виновата правительство, но только не он. Ему все мешают разбогатеть. У него постоянно нет денег, потому что он не виноват. Виноват начальник, который ему платит мало денег. Но ведь он сам устроился на такую работу. Он найдет тысячу оправданий, почему у него нет денег. Богатый находится в состоянии Творца. Он сам создает свой финансовый путь. И понимает, что только от него зависит уровень его дохода. Пункт 7. Бедный не для с принятием решения. А богатый стремительно действует. Как нам говорили в детстве. Тише едешь, дальше будешь. Наверное, от того места, куда едешь. А богатый рискует, делает первые шаги и забирает лавр победителя. А бедный винит его потом в том, что у него урвали лучший кусок. Пункт 8. Бедный стремится к стабильности. А богатый – просто. Пункт 9. Бедный ищет там, где бесплатно. А богатый уважает чужой код. Пункт 10. Бедный скачивает себе бесплатные фильмы, музыку, в складчину со своими бедными друзьями покупает какие-то курсы. А богатый себе такой роскоши не позволяет. Пункт 10. Бедный работает, где придется или где возьмет. А богатый работает ранее удовольствия и вдохновения. Пункт 10. Бедный не любит свою работу. Он со слезами на глазах проклинает своего шефа, что все так плохо, плохо, и лишь бы не идти на свою ненавистную работу. Но что-то поменять в своей жизни у него просто не хватает смелости. Богатый получает удовольствие от своей деятельности. Ведь только удовольствие от работы приносит достаточно большие деньги. Только так. Делаем вывод. Работайте над собой и меняйте свое мышление. В первую очередь. Ведь это не в стране кризис. Кризис у вас в голове. Всего доброго. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Будьте с нами. Посещайте мои тренинги. И у вас все получится. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех наших вебинаров и новостей. И растите вместе с нами. Всем больших чеков и удачи!